Отраслевое соревнование По итогам прошлого года СПК «Рассвет севера» достиг самых высоких производственных показателей. Второе место у СПК «Путь Ильича», третье у СПК «Харп». В отраслевом соревновании среди оленеводческих бригад первое и второе места заняли бригады «Путь Ильича». Лучшей стала бригада номер 6 Ивана Логийского, второе место у бригады номер 5 Николая Валей. Третье место заняла бригада номер 3 Николая Канева Сизябского отделения СПК «Колхоз» Ижимский Оленевод ИКО. Итоги соревнований объявили на заседании Организационного комитета по подготовке к празднованию Дня Оленя. Премия за первое место для оленеводческих хозяйств составляет 150 тысяч рублей, для бригад – 70 тысяч. Награждение победителей пройдет в тундре на самом празднике, который отмечается в регионе 2 августа. Чествовать работников отрасли будут с 28 июля по 7 августа. В автопарке Наринмарского автотранспортного предприятия очередное пополнение. Два современных автобуса большого класса готовы к выходу на городские маршруты. Городское АТП приобрело автобусы в лизинг. Их цена составляет более 25 миллионов рублей. Торги, по словам директора предприятия Виктора Калежного, провели своевременно, что позволило сэкономить средства. Теперь бы пришлось заплатить дороже, так как стоимость этих автобусов возросла на 2,5 миллиона рублей. Оценили новую технику губернатор округа Юрий Бездудный и мэр города Наринмара, проехавшийся с комфортом по маршруту. За рулем нового автобуса водитель Александр Лукьянчиков. В прошлом году Александр получил звание почетный работник автотранспорта. На предприятии он трудится более 10 лет. В профессию пришел по примеру отца, который работал водителем ВТП. Плюсы современной техники профессионал отметил сразу. По достоинству оценят комфорт и жители Заполярья. Автобусы оснащены дополнительной системой отопления и откидным механическим пандусом для маломобильных пассажиров. А низкую посадку отметят мамы с колясками и пожилые люди, которым не придется испытывать затруднений при посадке и выходе из транспорта. В целом, автопарк Наринмарского автотранспортного предприятия будет и дальше обновляться, чтобы повышать качество жизни северян. Приобретение новой техники заложено в бюджет. В Ненецком округе с 1 августа текущего года стартует федеральная программа «Арктический гектар». Получить участок земли площадью до 1 гектара в арктической зоне Российской Федерации смогут все жители России, но в первые 6 месяцев действия программы заявку смогут подать только местные жители. Общая площадь округа более 176 тысяч квадратных километров. Порядка 95% земли сельхозназначения, из которых практически 100% предоставлено в аренду оленеводческим хозяйствам. Кроме того, земли на 20-километровой береговой линии являются приграничной зоной. В итоге остаются четыре территории, земли на которых можно предоставить в безвозмездное пользование. Это Омский, Пёрский, Великовисочный и Приморско-Куйский сельсоветы. Жители Омы и Нижней Пёши в ходе опроса высказались против формирования на их территории арктических гектаров. В Великовисочном ежегодно земли подтопляют. Поэтому в округе остановились на территории Приморско-Куйского сельсовета. После консультации с сельчанами выбрали территорию около 13 тысяч квадратных километров. Выделяться арктические гектары будут исключительно на межселенных сухопутных территориях. Полученные участки можно будет использовать как под строительство жилья, так и для ведения бизнеса. Срок безвозмездного пользования землей – 5 лет. По его истечению ее можно будет оформить в собственность или заключить договор аренды. Управлением госзаказа Ненецкого автономного округа объявлен электронный аукцион на выполнение работ по строительству нулевого участка дороги на Винмарусинск. Протяженностью более 6,5 километров с мостом через реку Шапкино. Начальная стоимость контракта составляет 3 миллиарда 43 миллиона рублей. Заявки на участие в электронных торгах принимаются до 12 июля 2021 года. Согласно условиям контракта, завершить работы строители должны не позднее 20 декабря 2023 года. Проект реализуется за счет средств федерального бюджета в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Участок дороги на Винмарусинск с мостом через реку Шапкино – единственный, на котором еще не начались строительные работы. В настоящее время ведется строительство первого и второго участков дороги. Ввод трассы на Винмарусинск в эксплуатацию запланирован на 2023 год. Новая ПЦР-лаборатория начала работать в Наринмаре 28 июня. Она находится в лечебно-диагностическом корпусе окружной больницы по улице Авиаторов 9-Б. Отметим, в лаборатории будет проходить анализ проб, которые жители и гости округа будут сдавать в городской поликлинике окружной больницы по адресу. Новая лаборатория позволит снизить расходы жителей региона на ПЦР-тестирование, а медики в круглосуточном режиме смогут выявлять новые случаи заболевания и приступать к лечению больных коронавирусом. Цена исследования на COVID-19 методом ПЦР-тестирования составит 1400 рублей. Для пациентов, находящихся на лечении, тест будет проводиться бесплатно. Записаться на тестирование можно по телефону городской поликлиники, номер которого вы видите на своих экранах. Время записи с 8 до 19 часов в рабочие дни. Как пояснили в Ненинской окружной больнице, запись пациентов будет организована сразу в кассу для оплаты исследования и последующего взятия анализа. То есть, в день назначенной записи необходимо сначала оплатить исследование в кассе городской поликлиники в кабинете номер 32, а после сразу же пройти ПЦР-тестирование в кабинете номер 8. Ответ будет готов на следующий день. Получить результаты можно в справочном отделе регистратуры поликлиники с 12 до 19 часов. В случае положительного результата исследования специалисты больницы сразу же позвонят пациенту и сообщат об этом. В Ненинском округе продолжается кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции. Привилось более 10,5 тысяч человек. Из них завершили вакцинацию 9 тысяч. Привиться от коронавируса можно в поликлиниках Наринмара и поселка Искателей, в медучреждениях в сельских населенных пунктах. Жители Наринмара и Искателей также могут вызвать мобильную прививочную бригаду на дом или в коллектив организаций для массовой вакцинации на рабочем месте. В регионе в наличии есть три вакцины. Это «Спутник Ви», «Эпивак Корона» и «Ковивак». Вакцинироваться можно любой из них при отсутствии противопоказаний. Темпы вакцинации увеличиваются. Специалисты прививочных кабинетов вакцинируют порядка 65 человек в день. За весь период прививочной кампании регион получил из федерального центра около 17 тысяч комплектов вакцин. На сегодняшний день препараты от коронавируса в наличии в достаточном объеме – это порядка 6 тысяч комплектов. Вакцинация от COVID-19 показана гражданам от 18 лет. Вакцины имеют ряд противопоказаний. Гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний, респираторные заболевания, беременность и период грудного вскармливания. Перед вакцинацией врач-терапевт проводит осмотр пациентов на наличие противопоказаний. В частности, измеряет температуру тела пациента, уровень кислорода в крови, проводит осмотр ЗЕВА и сбор сведений о возможных контактах с инфицированными, а также анализирует амбулаторную карту пациента. Сделать прививку можно по записи в будние дни во взрослой поликлинике Ненецкой окружной больницы с 9 до 16 часов. В центральной районной поликлинике Заполярного района с 8 до 12 часов. По субботам в городской поликлинике и поликлинике поселка Искателей с 9 до 13 часов можно привиться без предварительной записи в порядке живой очереди. При себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС. Записаться на вакцинацию от COVID-19 можно по короткому номеру 122 через портал госуслуги по телефонам медицинских организаций. В Наринмаре также работают мобильные бригады по вакцинации от коронавируса. Они прививают на дому маломобильных граждан, людей пожилого возраста, мам, находящихся дома по причине ухода за ребенком, организованные коллективы на рабочих местах и тех, кто по каким-либо обстоятельствам не может прийти в поликлинику. Оставить заявку на вакцинацию на дому или в организации можно через лечащего врача или регистратуру поликлиник. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова